Боже, через какое-то время с программным обеспечением такой становится. Как вам, моя женка? Видите, мы взяли аж целый чемодан, свет. У меня здесь еще целый рюкзак. Ну, короче, мы пришли в студию и получилось так, что мы же первый раз снимаем в студии со вспышками. И мы не можем разобраться в некоторых деталях в камере. Со вспышками там проблем вообще нет. Как поставить свет тоже, мы, в принципе, изучили этот вопрос. А вот маленький нюансик один, почему-то не получается так сделать нормально. Но сейчас, я думаю, все разберется. Вон, Ленка сидит, разбирается. А я, как всегда, фигней боюсь. У нас такие планы, что мы хотим круто пофоткаться во всех луках, так скажем. Потом мне нужно еще сделать видос. Ленке нужно сделать видос. Еще нужно сделать мини-облучалочку. И, смотрите, еще есть такая тема, что можно сделать новогодние фотографии перед Новым годом. Как не смешно звучало. Очень крутая, кстати, здесь фотостудия. Москва на электрозаводской 21 находится. Здесь очень много фотостудий. Но именно здесь очень приятные люди, очень приятный мужик на ресепшене. Он аккуратненько все... Я пришел такой немножко запыхавшийся, очень нервный. А он мне очень дипломатично объяснил все. Показал, где что, сколько стоит, там подобное. И проводил нас в студию. Все объяснил. Очень приятный мужик. Такое очень редко на самом деле сейчас бывает. Сейчас засняли... Все, мы досняли видосы и пофоткались. Очень приятно. Пока не знаем, что будет, конечно. В конце концов, я немножко понервничал. Немножко... Ну, посуетился. Но я думаю, нормально все будет. У меня нет ботинок. Абсолютно никаких. Надо сейчас ботинки себе купить. И после поеду за новым роутером. Из-за того, что мы особо сильно не умеем пользоваться вот этими вещами. И, по сути, мы с Ленкой не очень умеем работать быстро. Вот в таких условиях. Нам пришлось взять еще один час. И мы в общей сложности потратили 3 часа. 3 часа на обычную фотосессию. И там минутный видос, грубо говоря, на инстаграме. И все в этом плане. В этом плане 3 раза по 1300 получилось. Дорого? Я думаю, да. Но в любом случае, это стоит того. Опыт все равно окупается рано или поздно. Нам очень понравилось. Хорошо провели время. Тяжеловато немножко мне лично. Потому что бывают аспекты, которые тяжело в себе взойти. Но рано или поздно надо перешагивать через себя. Перешагнуть через себя. И сделать так, как надо. Заувалированно немножко сказал все, конечно. Что, идем за ботиночками? А то у меня совсем ничего нету в этот холодный тур. Мы же сейчас едем в зимний тур на север, в сторону Питера. А вот этот магазин. На Тверской, Юнской, 7. Сейчас зайдем. Здрасте. Вот такие прям аккуратненько смотрятся. Прикольно. Канадского размера нету половинок. Получается вот эти 41-го, а вот эти уже 39-го. А между ними нету. Ну, возьму чуть-чуть больше, значит. И у меня теперь есть нормальные ботинки. Зимние нормальные ботинки. А то все те у меня были очень плохого качества. Прикольно.